Всем привет, дорогие друзья! Этот ролик мы сделали по просьбе наших телезрителей, которые хотели бы видеть обзор паровоза П-36, того самого легендарного, последнего пассажирского и при этом самого лучшего в этом движении. Чтобы было понятнее, первый в России, но не первый в мире паровоз был построен отцом и сыном Черепановыми в 1834 году для достатки руды от места добычи к войскому заводу. А уже в 1845 году для полноценной дороги Питер-Москва Александровским заводом стали строиться грузовые паровозы типа 030 и 130. Более чем вековое развитие паровозов в России и СССР привело к появлению в том числе П-36. Машины прекрасны чуть менее чем полностью. На нее, родимую, мы и будем дивиться. Приходится отметить, что с сохранением исторического наследия в России были и есть некоторые сложности. Упомянем хотя бы ВЛ-86Ф и Н3, выпущенные в единственном экземпляре и тем не менее утилизированные. Более того, до сих пор неизвестно, что стало в дальнейшем с паровозами товарищей Черепановых. Что уж говорить про серийные машины. Из довоенных локомотивов избежали автогена очень немногие. Значительно лучше ситуация с паровозами послевоенной постройки, в том числе П-36. Только в музеях их насчитывается 17 единиц, плюс еще в рабочем состоянии 9 машин. Итого 26 штук. Один из них, 0071, находится в Горьковском музее паровозов. Джентльмен может спросить, а как появилась серия П-36? Отвечаем. До войны с успехом юзались пассажирские машины СУ. Завода Красная Сормова. Экономичные и быстрые. И что важно, с нагрузкой от оси на рельсы в пределах 18 тонн. Однако, уже к 30-м годам пассажирские поезда стали тяжелеть. Мощности СУ не хватало, и Коломенский завод строит в два раза более мощный парик серии ИС. Но вот незадача. Нагрузка от оси на рельсы у новой машины выросла до 20 тонн на сил. А это значит, что на многих участках ИСКи работать не могли. Путь не был рассчитан на такие нагрузки. Какое-то время проблема решалась с сушками двойной тягой. Но уже во второй половине 40-х назрела таки необходимость создания локомотива мощностью как ИС, но с нагрузкой на рельсы как СУ. Так и появился П-36 в марте 1950 года, когда первый паровоз под номером 0001 выкатили из ворот Коломенского завода. Первая машина значительно отличалась от всех последующих. Посмотрите, как оформлена передняя часть. Боковые линии, тендер, ну и так далее. А вот П-36, второй номер. Видимо, желая унифицировать машину, в 60-е годы первый локомотив прошел реконструкцию и был приведен к стандартному облику с прицепкой тендера от П-360044. Сейчас аппарат стоит в Московском музее железнодорожного транспорта. Да, так вот, новый паровоз был действительно инновационным. Котел цельносварной, углеподатчик механический или стоккер. Привод реверса и колосников пневматический. Все буксы роликовые, рама брусковая. В базовой комплектации имелся даже водоподогреватель. Сможем ли мы назвать такое же количество новшеств у современного ЭП-1М по сравнению с прежним ЧС-4Т? Если сможете, пишите в комментах. Ежу понятно, что работать на П-36 было очень престижно. Впрочем, престиж профессии машиниста в 50-х и так был велик. Первую машину обкатали на кольце в Щербинке, а затем передали на Октябрьскую дорогу в ТЧ Москва-Октябрьская. Там аппарат нагружали по самой небовой. В частности, им водили грузовые поезда по пассажирскому графику. Форсировав котел до впечатляющих величин, удалось реализовать мощность 3077 советских конников, а КПД составил 9,22%. Это, друзья мои, самый высокий показатель КПД среди всех пассажирских паровозов СССР. А еще расход топлива стал даже ниже, чем УСУ и ИС. Настоящее торжество паровозной мысли в СССР. Умеете? Могете? Давайте изучим машину поближе, воспользовавшись для этого, в частности, 0071 париком, стоящим в музее Горьковской дороги. Экипажная часть включает в себя главную раму и две двухосные тележки, бегунковую и поддерживающую. Главная рама брусковая, с толщиной полотен до 14 мм. Колесные пары также доставляют диаметр движущих колес 1850 мм. Причем самой главной является вторая колесная пара. Именно на нее непосредственно передается усилие от паровой машины. Котел рассчитан на давление пара в 15 атмосфер, имеет 50 жировых и 66 домогарных труб. Топка огромная, площадью 6,75 квадратных метра, почти как платформа 9,75. Для подачи угля предусмотрен механический углеподатчик типа С3. Сам тендер шестиосный типа П-58 вмещает в себя 23,5 тонны угля и 45,5 кубов воды. А это интерьер будки машиниста. Сколько же всяких механизмусов. Как-то так. Мы сумели раздобыть раритетную книгу от 1955 года инженера Виталия Ракова, написанную, когда П-36 еще серийно выпускались. Кроме описания истории создания машины, приводятся прекрасные иллюстрации первого и второго локомотива, а также чертеж. В последнем абзаце написано, «Благодаря положительным результатам испытаний первого паровоза была заказана партия паровозов нового типа». С 1954 года паровоз типа 2-4-2 принят к серийному производству. Получается, книга была издана всего лишь год спустя после массовой постройки П-36. И эта машина была реально новинкой для тех читателей. Потрясающе! Номера 002-005 завод выпустил в 1953 году, а 006-й номер в 1954. С того же года коломенцы стали упускать наших героев серийно. Сначала партию с номерами 007-036, в 1955 году номера 037-161, а в 1956-м 162-251. Однако, едва развернувшись, серийное производство паровоза было свернуто, и причиной стала директива 20-го съезда КПСС о широком внедрении электровозов и тепловозов. 29 июня 1956 года Коломенский завод построил свой последний паровоз П-36-0251. На локомотиве закрепили памятную табличку вот такого содержания. В том же году, и даже, как говорят, в тот же день, завод выпустил свой первый тепловоз Т-3-1001, тем самым окончательно перейдя на новые рельсы. Вместе с тем, П-36 продолжали трудиться, но не так, чтобы очень долго, до 1974 года. Фактически, они выработали в среднем не более 20% своего ресурса. Обидно. Ну а дальше судьба известная. Медленное угасание на базах запаса, а затем, чаще всего, бездушный автоген и мартеновская печь. Все же, как мы отметили выше, не менее 26 паровозов сумели уцелеть, в том числе, крайний 251 номер. Интересно, что и первый Т-3 того же завода сохранился. Оба локомотива ныне находятся в одном месте, в музее на Балтийском вокзале Питера. И, как видим, в достойном состоянии. А ведь могли и не спасти. Посмотрите, вот тот самый последний паровоз, несколькими годами ранее превращенный в котельную в Уссурийске. И имена и табличка не помогла. А про Т-3 1001 вообще разговор особый. Хорошо, что машину не просто сохранили, но отреставрировали. Переместимся из Питера в Нижний. 0071 паровоз был построен в июне 1955 года и первоначально поступил в депо Красноярск. В 60-м году лок отправили на Северную дорогу, а в 67-м на Забайкальскую. Но впосле происходит интересное. В 1991 году паровоз передают фирме Интертрек, которая занималась ретро и туристическими поездками по стране. И однажды наш пациент натурально стал зарубежной телезвездой. 1992 год. Кавказ. Английская компания BBC, снимавшая тогда в России так называемый русский сегмент кинофильма «Локомотив». Для журналистов была выделена специальная автоматриса, с которой они и вели съемку, и сам паровоз. Именно эта машина. Как результат получилось очень достойное ретро-кино с живописными пейзажами. В некотором роде, благодаря Интертреку, 71-я машина с 1995 года оказалась в музее станции Горьки-Сортировочной. Немного интересных фактов. У П-36 была кличка «Генерал» за характерные полосы по бокам. Первый советский ретро-поезд по маршруту Париж-Токио провел П-36. Название серии не расшифровывается как «Победа», вопреки уставившемуся мнению. Победой до 1947 года официально называли паровозы серии «Л». Друзья, можно долго ностальгировать по ламповым паровозным временам. Но надо понимать, работа на паровозе – тяжелый труд. Тяжелый для всей локомотивной бригады, но особенно для помощника-машиниста, который топил паровоз. Тогда профессия помощника-паровозника считалась, пожалуй, самой физически сложной на транспорте, и при этом требовавшей изрядного запаса знаний и опыта. Недаром появилась пословица «Самый плохой тепловоз лучше самого хорошего паровоза». Но не будем о грустном. Давайте что-нибудь оптимистичное. Во, слышите? Кока-кола, что ли? А нет, какие-то цистерны. Что это значит? А, понял. Перевозка спирта. Вот где собака порылась. Но нам интересен, конечно, не спирт, а производитель этих прекрасных вагонов – компания Евротрейн. Да, Евротрейн – вот что важно. Как ни крути, это единственный в России производитель вагонов и локомотивов в правильном, в 87-м масштабе. И вообще, Евротрейн – молодцы. Сумели объединить под одним брендом и макетную студию, и сеть магазинов для моделистов, и даже производства масштабных железнодорожных моделей, в том числе по специальным заказам. Иначе говоря, любой каприз джентльмена может быть рассмотрен специалистами компании. Вот и сегодняшний набор из двух вагонов цистерн для перевозки спирта и растворителей в масштабе 1 к 87 выглядит превосходно. Чтобы джентльмен понимал, по количеству различных видов на железнодороге больше всего именно цистерн. Это в полувагоне можно везти, что хуже. А бочечки специально приходится проектировать под конкретный тип груза. И видите, Евротрейн выпускает цистерны даже для перевозки столь экзотических продуктов. Котел таких вагонов имеет некий уклон в нижней части, где установлен сливной прибор конструкции товарищей Байчевского, Сигина и Шадуры. Сами модели очень аккуратно окрашены в белый и зеленый цвета. Нанесены все необходимые надписи. Номера вагонов, тары и грузоподъемности, операторы приписки и так далее. Авторы не забыли указать и тип перевозимой жидкости, чтобы покупатель не перепутал. Хорошо проработан колпак для заливки товара и лесенки. Колесные пары традиционно из металла, что гарантирует почти идеальный и малошумный ход. Тележки, разумеется, способны перемещаться относительно шкворня, это позволяет увереннее проходить кривые. Отдельной деталью смонтирован штурвал ручного тормоза. Предусмотрены две шахты на раме для разных типов автосцепок. Подвагонное оборудование воспроизведено с высокой достоверностью, включая воздухан, тормозной цилиндр и запасный резервуар. Пожалуй, только Евротрейн серийно выпускает модели цистерн для столь экзотических грузов. Впрочем, уникальные предложения на этом не заканчиваются. Достаточно зайти на сайт компании и убедиться в этом самому. Евротрейн гарантирует профессиональный подход и отличное качество сборки своей продукции. Видим, что джентльмен уже хочет прикупить себе немного вагонов. Все правильно. Это можно сделать в Москве, около станции метро Трубная, самый крупный магазин Евротрейна, или Маяковская, если ближе. Там тоже много интересностей. Есть магазины в Питере, у станции метро Технологический институт. Пожалуйста, выбирайте. Ну а если кто-то живет в другом месте, то не надо печалиться. Существуют еще и интернет-магазины. Ссылка на официальный сайт компании Евротрейн будет в описании. Выбирайте и заказывайте модель для себя и в подарок. А еще у Евротрейна есть группа ВВК. Что-то про бочечки мы разговаривали, а начинали про паровозы. Давайте завершим ролик паровозами. Друзья мои, паровоз – одна из удивительнейших машин, в которой соединились воедино металл, огонь, воздух и вода. Российская школа паровозостроения тогда за сравнительно короткое время сумела выйти в лидеры. Например, в 1874 году на Коломенском заводе были построены первые в мире пассажирские паровозы с передней тележкой. В 1891-м впервые в истории был построен паровоз с конденсацией пара. В конце 19 века русские инженеры первые в мире использовали пароперегреватели. В этот же период первыми применили на паровозах двукратное расширение пара. Была организована постройка сочлененных паровозов задолго до появления их в Америке. Это привело к тому, что к началу 20-го столетия Россия полностью освободилась от иностранной зависимости в области паровозостроения. Поэтому получались такие шедевры, как обозреваемый нами П-36. А теперь скажите, пожалуйста, есть ли будущее у паровоза как вида локомотива? Нужно ли сейчас продолжать их проектировать и строить, пусть даже опираясь на современные технологии? Или парики безнадежно устарели? Пишите свои мнения в комментарии. Если понравился ролик, оцените его лайком, а заодно можно подписаться на канал. Подписывайтесь также на нашу группу в ВК и Инстаграм. Заходите на железнодорожные стримы, это весело. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok